Не бросать их в колючие кусты просят жители многоэтажки на Уктусе. Рядом с домом красуются опасные клумбы. Вместо цветов там растет и жалится целое поле крапивы. Устав обжигаться, соседи закидали коммунальщиков жалобами. Те уверяют, что так борются за красоту газонов. Как это узнал и удивился городской дозор. За все лето возмущаются жители этого дома, ни разу не видели здесь газонокосильщика. В результате вместо травы и одуванчиков здесь образовались заросли крапивы. Крапиве здесь раздолье. Нетронутая косой колючая трава разрослась и вверх, и вширь. Крапивные плантации растянулись по всему периметру дома. Больше всего достается местной детворе. Больше криков тут не от футбольных голов, а от ожогов. Поле крапивы портит жизни взрослым, особенно жителям первого этажа. Оттуда, с тех этажей, у кого нет вот этих решеток, все скидывают мешки. А, скидываются, да. Мешки. Ладно, у нас сейчас дворник хороший. Дворник хороший. Он вот все убирает. Хоть видно. А сейчас вот кинь и ничего не видно. А в ЖЭКе это бесполезно ходить. Там никто ничего не делает. Это мне, это инженер, это администрация там, на Жукова один, сказал, если они с вами не разговаривают, приходите к нам, мы вам поможем. Но, как выяснилось, крапиву здесь не косят специально. Управляющая компания проводит эксперимент. Газонокосильщики каждый год рубят траву под корень, под солнцем она выгорает. И весной вместо газона выжженная земля. Потому нынче решили выкосить траву лишь один раз в начале сентября. В течение последних двух месяцев траву не косим, чтобы корневая система травы окрепла. И весной у нас был хороший зеленый газон. Специалисты растениеводства поддерживают почин коммунальщиков, но рекомендуют все же начинать ровнять газоны в июне и в далекий ящик газонокосилку не убирать. А здесь от погодных условий хорошо растет трава, подросла вот до такой высоты, ее косить наполовину. Вот тогда будет прекрасный газон, который не будет не выгорать ничего. Что касается зарослей крапивы, то сегодня же дворникам будет дана команда убрать ее с газонов. При этом крапиву, репей и другую сорную траву будут удалять вместе с корнями. Юрий Шумков, Руслан Шарафуддинов, Городской дозор.